Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1235. События дня. Сирахов, 35-14. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он – надежда его. Блажена душа боящегося Господа, кем Он держится, и кто опора Его? Очи Господа на любящих Его. Он – могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачевство, жизнь и благословение. За 4 мая 2019 года. Это наше объявление. Сестра вот тут умерла в 42 года, ее дети остались четверо. Муж, ухо-немой, не всегда на ногах и стоит. И вот решили тут, как-то кто пожелает помочь, люди спрашивали. Просят адрес. Вот, как хоронили ее, тут все можно посмотреть. Вот дальше. Все здесь номера. На кого? Галина Александровна Загуляева. Вот Сбербанк. Елена Скрыних приводит из Златоуста. Не будем отказываться для братьев наших ни от каких, по-видимому, унизительных и трудных дел. Но хотя бы нам надлежало послужить человеку незнатному и бедному, хотя бы это сопряжено было с великими трудами, хотя бы надлежало перейти для этого горы и стремнины, все это мы должны переносить для спасения брата. Бог столько печется о душе, что не пощадил и сына своего. Потому, умоляю вас, будем с самого утра, как скоро выйдем из дома своего, стремиться к одной этой цели, и прежде всего будем заботиться о том, чтобы избавить от опасности брата. Я говорю здесь не столько об опасности телесной, это почти нельзя и назвать опасностью, сколько о душевной, которая подвергает людей дьявол. Купец для умножения богатства переплывает море, и художник для увеличения своего имущества делает все. Так и мы должны заботиться не только о своем спасении, иначе и сами не получим спасения. Воин, который во время сражения старается только о том, чтобы спасти себя самого, бегством, вместе с собой губит и других. Напротив, мужественный, сражаясь для защиты других, вместе с другими спасает и самого себя. А так как и наша жизнь есть также война, и притом жесточайшая из всех войн, время сражения и битвы, то будем вступать в сражения так, как повелел царь наш, с готовностью поражать, убивать и проливать кровь врагов наших, заботясь о спасении всех, укрепляя стоящих и поднимая падших. Многие из собратьев наших в этом сражении лежат в ранах, истекают кровью, и нет человека, который бы помог им. Ни народ, ни священники, ни другой кто не покровитель, ни друг, ни брат не заботятся о них. Но каждый печется только о себе самом. Через это-то мы и унижаем достоинства своих подвигов, потому что величайшее дерзновение к Богу и похвала принадлежат тому, кто печется не о своей пользе. Оттого-то мы бываем слабы и удобно побеждаемся как от людей, так и от дьявола, что ищем только своего и не укрепляем друг друга, не ограждаем любовью о Боге, но отыскиваем иные случаи для дружества. Одни в родстве, другие в товариществе, третьи в знакомстве, иные в соседстве. И всякие другие узы гораздо более утверждают нас в дружестве, нежели благочестие, тогда как оно одно должно связывать нас с узами дружества. Евгения. Но действительно ли простой народ пойдет за теперешними нашими владыками? Вероятнее думать, что нет. Это потому, что наш простой народ совсем не знает и никогда не видит своих архиереев, так как решительно не имеет с ними никаких непосредственных связей и отношений. Он знает только одно, что в губернском городе сидят две очень большие власти, губернатор и архиерей. Первого, сильно боятся все становые и даже сами исправники. Второго, все духовенство и даже сами отцы благочинные. Ему, простому народу, и в голову никогда не может прийти мысль, что в действительности архиерей, живущий в роскошных палатах, окруженный важной прислугой, ездящий в роскошных каретах, одевающийся в шелка, бархат и дорогие меха, грудь которого увешана орденами и драгоценными украшениями, которого хотя бы очень молодого и очень здорового, всегда вводят под руки, что эта крайне важная и пышная персона в действительности есть смиренный инок. И как преемник апостолов своим прямым призванием и обязанностью имеет главным образом заботу и попещение о христианском просвещении и спасении его темной и простой мужицкой души, что он есть прямой руководитель и пестный его, серого человека в религиозно-народственной жизни. Простой народ даже не поверит, что он имеет неотъемлемое право обращаться к архиерею со своими сомнениями, запросами, духовными нуждами. Не поверит и не пойдет к нему, как ранее никогда не ходил к нему с этой целью. История наша никогда не знала и не знает такого случая, когда бы народные толпы шли в хоромы своих ипархиальных владык, чтобы найти у них совет, помощь, утешение в своих нуждах. Горе в горе и невзгодах. В таких случаях народ идет обыкновенно не к епархиальным архиереям, но или к своим приходским батюшкам, и к ним прежде всего, или в убогую керию святой жизни отшельника, где он встречает сродную, понятную и не пугающую его внешнюю обстановку, прекрасное знание его нужд, интересов, его житейских бед и скорбей, и где он действительно получает настоящее утешение, совет, ободрение, с особенностями его жизни и понимания, связанного на наущении и назидании. Вот куда всегда направлялись и направляются народные толпы, а не в дома аперхиальных владык. Это все написал профессор Николай Федорович Каптерев. Когда турки завоевали Константинополь, то над греческим населением они назначили в качестве государственных администраторов попов. Попы обрадовались, что теперь они являются представителями государственной власти, а в Византии был такой обычай, что государственные вельможи носили длинные волосы, как знак принадлежности к правительству. Вот тогда-то эти греческие попы отрастили себе длинные волосы в знак того, что они теперь не просто попы, а еще и государственные, смотрящие над туземным населением. Тогда же они переоделись турецкие халаты с широщенными рукавами, а вместо традиционных круглых клобуков надели турецкие цилиндрические шапочки, фески, только без кисточки черного цвета. Потом, в 17 веке, они это привезли в Россию и сказали, что это принято со времен Древней Церкви. И вам так выглядеть положено, чтобы быть православными. Вот откуда все это взялось. Кстати, по святоцерковным уставам все клирики и иноки должны выстригать на голове гуменцо, танзуру, и понаблять ее раз в 40 дней. Что-то греки сейчас об этом не думают помнить, да и старообрядцы тоже забыли, а еще хранителями благочестия себя мнят. Я всегда с молоду выстригал гуменце и тем инокам, которые были рядом, велел так делать. И не допускал никому носить длинные волосы. И на православных иконах тоже от анзура, даже у святоя Сергия Радонежского. И волосы почти у всех короткие. Наталья, отец Игнатий, Христос воскрес. Воистину воскрес, Наташа. Благодарю за молитву. Поясной поклон от меня. Слава Богу, дочку погрузил. Я ему до крещения сказала, что погрузил правильно, так он сразу «Мать, ты на меня не грузи. Как будет, так и будет». Слава Иисусу Христу! Все благополучно прошло, и она самая спокойная была. Другие были мальчики, все плакали. Галена Михаэлиди. Вы понимаете языки животных. Что интересно, я тоже понимаю и разговариваю с гусями и курочками, и коровами, и с кошками, и с собакой, и лошадкой. У нас есть скот у каждого, имя есть. И они меня знают и наблюдают. Все, что вы говорите, то и у меня есть. Замечательно. Но сейчас в основном люди озлобленные, несчастно встретишь добрых. Вы интересны. Иногда вашими словами разговариваю. У меня коровка, апрелька, стелька должна сегодня, завтра стельная она, телиться. Еле ходят. Спаси Христос. Мир вам, Христос Воскрес. Игнатий Тихонович, Галина беспокоит вас. Давно не писала вам, но каждый день с утра встречаю вас, начиная с молитвы, а потом ролики смотреть. Вы молодец. Я тоже позитивный, но много научилась от вас. И благовествую здесь, и каждому про вас говорю с такой радостью. Вы, я отец, и Аким, мне как родные. Мало, конечно, таких святых. Хотел задать вопрос. Я очень в семье люблю лошадей, и занимаюсь, ухаживаю, кормлю, и переживаю за них. Мы единственные в районе, которые не режем лошадей на мясо, а так растим. Не является ли это, говорится, что не создавая себе кумира? Спаси Христос. Ну и про Всевышнего не забываю. Десятину строго отношу, болящих посещаю, помогаю детям, всеми. Есть молитва такая. Жеребенок годовалый и шею повредила, запуталась ночью и еле откачали. Ну и сейчас как бы шея немного кривая, все равно, они пасются. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, я благодарю Бога за вас. Я вас целую, обнимаю, не забываю. Миллион тысяча поклонов вам. Желаю жить вам вечно с нами, здоровья вам от всей души. Вот видишь как. Ну, что сказать. Посмотреть наши ресурсы, чтобы знали, что у нас есть. Вот. Это в моем мире очень люблю эту систему, но надо показать ее, тут перейти на мой мир, сейчас дальше на первую страницу. вот это тут так вот я в шапке, вот это. А где с голубем, это контрольную страницу сделали. Ну, дальше у нас это, пожалуйста, можно даже перезагрузить, ленточные православные формы Игнатия Лапкина. Как назвать, не знали. А потом смотрю, Андрея, Андрея Кураева, везде имени. Ну, ладно, я говорю, давайте тогда так. Вот сегодня, что у нас тут за день прошло? большая тема так. 354 человека зашло. А сегодня намного меньше будет. Воскресенье. А здесь кто, какие, откуда? Вот Олег. Кажется, Олег или кто-то тут. Я сейчас посмотрю, что он за человек. Или робот. Робот, и не мог никак отбиться, но это из Минска человек, слава Богу. Ну, вроде бы нет этих. Везде ставить надо слово Дух Святой Российской, Новосибирск. Ну, все нормально. Если только Сергей Козлов сумел роботов отбить, каждый день 50 штук примерно замущили убирать, время столько. Ну, и вот. Дальше у нас что? Есть православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну, большое, конечно. По объему 15150 роликов примерно здесь. Вот сегодня я выставил тоже тут. И беседы есть у нас, и Златоуст, и Жития Святых. Вот оно как. Ну, и видеоканал посмотрели, еще во свете Библии, православный библейский сайт, очень большой. 4124 ответа по темам, 55 папок, вот, царь, церковь, смерть, семья, разбор выступлений, вот тут все книги, все, много, много, много чего есть тут. Ну, и все на этом. Богу слава! Субтитры сделал DimaTorzok